что всем привет сегодня мы рассмотрим такие опциональные темы которые хорошо бы знать с которыми придется столкнуться при разработке и сегодняшняя тема одна из таких это демонизация значит демон это такая сущность которая выполняется в фоне некоторую работу изначально как бы название произошло от древнегреческого и там существует такое альтернативное утверждение что это персонаж который выполняет работу которую не хотят делать боги то есть в нашем случае демон эта программа которая где-то там выполняет какую-то работу как шутит игорь которую не хотят выполнять программиста давайте посмотрим что мы сегодня будем рассматривать то есть мы рассмотрим базис то есть с чего начать и вообще зачем нам нужно демонизации можно просто консоли запустить программу и пусть работает запуск отвязку от терминала саму работу в фоне ну и завершение рассмотрим различные аспекты связанные с этим нет что будет когда мы вот просто берем в терминале пишем запускаем программу и делаем форк в ней мы получаем некоторое дерево процессов я рисую очень простой кейс как будто у меня есть только и нет от и не то есть один баш и вот этот баш что-то запускает на самом деле процессов много все они там являются какими-то наследниками друг друга но нам будет достаточно этого для рассмотрения и так у нас есть и нет у него есть наследник баш баш запускает нашу программу перл и наша программа перл выполняет форк мы имеем четыре процесса при этом здесь можно заметить следующее что у баша процесса иди группа иди и совершенно иди они все одинаковые то есть группа иди совершенно иди это указатели на пид процесса то есть баш является таким вот в данном случае главным это его группа это его сессия он порождает нам новый процесс с новым пидом и с новой группой и наш процесс уже в свою очередь фаркается получает получаются новые процессы в его группе то есть ваш когда фаркает процессы он их группирует наши процессы новые группы не создают в данном случае наша программа связана с терминалом то есть она является наследником баша что будет если вот этот промежуточный перл который непосредственно был запущен вашим выйдет то есть наш процесс 4 потеряет родителя то есть него родителям сказано является третий но каждый процесс как на который мы ссылаемся должен существовать если процесс выйдет который его породил тот процесс который остался будет назначен то есть ему будет назначен опекуном процесс и нет теперь и нет станет его родителям то есть в парень пиде у него будет написано 1 таким образом вроде бы все мы убрали связку с порождающим процессом процесс у нас ушел куда-то в сторону и стал выглядеть как остальные демоны в системе вроде бы но не совсем давайте рассмотрим с чем мы столкнемся если мы просто фарканемся и убьем родителя первое это стандартные потоки ввода-вывода потоки ввода-вывода стадины стадоут стдр они связаны с некоторым вашим терминалом вы запускаете программу вы в ней выполняете вот этот форк и выход собственно это сокращенная форма все понимают что здесь происходит мы делаем форк если форк что-то возвращает это родительский процесс он выходит здесь я не проверяю ошибки такой упрощенный код для демонстрации дальше там что-то происходит то есть процесс выполняет slip после этого выполняет команду сей сей идет в стадоут мы запускаемся мы видим старт после этого у нас есть наш терминал его отпустила потому что процесс который мы запустили вышли а через некоторое время мы в наши стада out получим какой-то вывод то есть у нас свободный терминал мы с ним вроде бы пытаемся работать а нам на вывод что-то сыпется потому что сейчас несколько процессов разделяют один и тот же out и пишут в него оба поэтому когда вы порождаете демона вам необходимо закрыть все стандартные потоки в данном случае я закрою стыда out и после того как я запущу этот процесс все будет нормально нужно закрывать в обязательном порядке стыда out стыд и но здесь есть еще один нюанс если что будет если просто закрыть файловые дескрипторы здесь я приведу в пример программу на 7 поскольку на перле у нас есть пусть и небольшая но все же прослойка в виде переменных представляющих файловые дескрипторы в языке си разницы между файловым дескриптором и переменные представляющие файловый дескриптор нет это просто число у вас есть команда printf например которая пишет по умолчанию в стда out вот просто ей говорят первый файловый дескриптор пиши туда или там нулевой что происходит мы стартуем мы закрываем файловый дескрипторы стда out а после этого мы например открываем какой-нибудь файл и устанавливаем какое-нибудь соединение с базой данных а дальше где-то в нашей программе остается случайно код или это код библиотечный или еще что-нибудь выполняется простой print если бы не было этого подключения этого файла все было бы нормально но в нашем случае мы для этого файлового дескриптора получили файловый дескриптор там 0 1 2 то есть таким образом мы заняли стандартный файловый дескриптор и команда которая раньше работала с этим стандартным файловым дескриптором написала нам туда если эту программу скопировать компилировать и запустить мы получим следующее программа запускается вот давайте посмотрим мы здесь также фаркаемся если как бы не получилось там выходим если мы имеем дочерний процесс мы закрываем и стда out открываем новый файл дальше просто пишем print и пишем в этот файловый дескриптор какие-то важные нам данные ну и все и выходим что мы получаем мы запускаем нашу программу получаем что да она стартанула и получаем отладочную строку working внутри нашего файла если просто повторить эту же программу в перле вызов сей форк и exit close the std out open и сей мы не получим этих данных файля но если вы запустите с трейс вы увидите что файловый дескриптор на самом деле закрылся и на самом деле файловый дескриптор вот этого файла имеет номер и стда out а потому что мы только что стдаут закрыли и он освободился выбирается минимальный освободившийся файловый дескриптор если вы вызовете какую-нибудь сишную библиотеку которая будет работать в рамках вашего приложения то вы в этом случае можете получить запись в этот файл в качестве демонстрации я не стал приводить этот код но его можно воспроизвести да если поменяем местами close и open вы все равно потом можете заакцептить какой-нибудь сокет вы же не будете обходиться вообще без файловых дескрипторов но если вы поменяете то да у вас вы сначала откроете файл потом закроете std out и у вас будет свободный не занятый файловый дескриптор но как только вы заакцептите соединение или откроете файл или установите соединение вы займете этот дескриптор под это соединение или файл значит что нужно сделать в любом демоне в любом языке на каком бы вы ни писали в системе unix при демонизации вам нужно переоткрыть дескрипторы по умолчанию дескрипторы переоткрываются на дэвнал вы устанавливаете дескриптор чтения в него вы переоткрываете на запись дэвнул в дэвнул можно писать из дэвнула можно читать ну точнее как вы пытаетесь читать но оттуда не читается у вас нет std на это стандартное поведение демонов это не самый надежный способ поскольку здесь я сначала делаю close потом делаю open в общем здесь гарантии не стопроцентные что мы получим ровно те дескрипторы которые нужны но в целом это работает есть более надежный способ он просто занимает больше места после того как вы это сделаете все стандартные дескрипторы нулевой 1 2 у вас будут заняты и вы не займете их случайно и никакая программа которая пишется в дескрипторы по умолчанию ничего вам не сделает и не испортит никакие данные это был реальный кейс в общем вся лекция по демонизации составлена из кусочков каких-то из библиотеки которая это делает а она в свою очередь была написана на примере ну какого-то развития то есть мы что-то делаем сталкиваемся с проблемой разбираемся решаем так вот этот кейс на он был давно но тем не менее был написан простой демон в котором все закрывалось включая стадины и стыда out и стдр и дальше устанавливалась соединение с базой данных база данных попала на номера стыда аута поскольку это было первое действие после того как мы демонизировались дальше в каком-то икс с нам коде который xs это сишные библиотеки к перлу в экс с нам коде был какой-то print отладочный совершенно вот ненужный который в демоне вообще никак не участвовал но этот отладочный принт попадал в соединение базы данных в результате база данных ловила какую-то кашу которая она не могла распарсить состояние соединения очень сильно нарушалась в итоге отправлены далее запрос зависал нет не получал ответа или падал или еще что-то в общем происходило что-то странное вот это странное происходило просто потому что мы не переоткрыли как положено дескрипторы поэтому это нужно сделать как первое действие после того как вы демонизировали ваш процесс здесь после того как мы все переоткрыли в моей примерной программе это конец программы если мы это все запустим вызовем ps там так или иначе посмотрим процесс и мы увидим что у нас ничего нет ну потому что да а что будет если мы дошли до конца программы программа вышла на самом деле нам после того как мы все сделали нужен будет еще какой-то рабочий цикл это может быть цикл асинхронно событийный вы уже знаете что в и не венте или в его или еще где-то у вас есть некое место в котором крутится цикл и этот цикл выполняет работу вот вместо этого цикла где-то в конце демонизации когда вы это все сделали если эта программа синхронная в ней все равно должен быть цикл который выполняет работу иначе программа просто завершает свою работу теперь перейдем к следующему все мы запустили мы получили такую картину у нас есть и нет у нас есть старый баш из которого мы это запускали и у нас есть перл который работает давайте посмотрим на те самые группы процессов значит помимо пида есть еще две сущности есть группа процессов группа процессов это некоторое объединение логическое процессов в в группу основная задача группы возможность отправить какой-нибудь сигнал сразу всей группе существует такой механизм самый даже простой utility kill для того чтобы отправить сигнал сразу всей группе и есть еще понятие сессии то есть сессия тоже идентифицируется пидом и у сессии есть лидер этой самой сессии применяется тоже для управления и менеджмента процессов и групп процессов теперь давайте посмотрим мы породили некоторый процесс мы убрали у него родителя он ушел к и нету он где-то работает в фоне и больше не связан с нашим терминалом мы его отвязали от и студии на ст и да у теста дэра вроде бы все уже хорошо он должен там работать если мы убьем ваш все будет нормально он у нас останется но при этом смотрите у башан вторая сессия вторая группа у перла группа была третья но сессия была все еще вторая то есть так или иначе он принадлежал к некоторой сессии запущенной из этого баша если мы возьмем исходную ситуацию и применим например другую утилиту p kill с указанием убей всю сессию номер два а убийство сессии может быть спровоцировано разными действиями например если вы закроете терминал в зависимости от приложения терминала можете получить убийство всей сессии вы просто потеряете ваш демон поскольку он принадлежит той же самой сессии вам для того чтобы получить полноценный демон не привязаны ни к чему вам нужно еще и получить свою собственную сессию и свою собственную группу для этого существует по сексовский вызов сетсид он одновременно делает данный процесс с сэшн лидером точнее он создает для него новую сессию новую группу и делает его сэшн лидером таким образом мы добавляем в нашу программу еще вызов по секс секс сетсид после того как мы фарканулись ну да не помешает все таки проверить получилось это или нет существует несколько пограничных условий когда процесс не может стать сэшн лидером например один из кейсов это когда у него уже есть дочерние процессы в общем после этого мы получаем процесс он получает новую группу он получает новую сессию мы видим что вот этот процесс он по-своему идентичен тому башу как у который его порождал он является сэшн лидером поскольку его пидор является его сессии и он является владельцем группы поскольку его пидор равняется его группе дальше все порожденные этим процессом новые процессы будут принадлежать этой сессии и этой группе ими всеми можно будет вместе управлять когда мы напишем это мы получим следующее мы сможем этот демон брать запускать 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 и если мы после того мы запускаем и ничего не видим она запустилась она запустилась ничего нам никуда не сказала куда-то там фон ушло и что-то делает напишем ps увидим что каждый раз мы получаем где-то там в фоне работающий процесс каждый из них будет обладать своей собственной сессией здесь можно увидеть что они идут через один поскольку каждый раз порождая процесс мы получаем новый процесс терминала фаркаемся и тем процессом который порождался выходим поэтому каждый раз один процесс мы пропускаем так вот зачастую необходимо сделать так чтобы какая-то конкретная программа запускалась всего один раз демонам это требуется довольно часто потому что помимо того чтобы просто зачем их иметь много одинаковых они обычно еще могут использовать какие-либо ресурсы которые нельзя использовать совместно например слушающий сокет на одном порту он может слушать всего один раз для того чтобы проверить что какого-либо демон какого-либо класса уже запущен и уже слушает часто применяется такая сущность как пит файл и логика блокировки пит файла что такое пит файл это файл в котором хранится пит текущего запущенного демона для того чтобы его записать нужно предпринять некоторые усилия самый простой способ открыть файл записать туда пит закрыть файл прям как со слоником и холодильником но если вы так будете делать вы можете просто нарваться на то что называется проис кондишенами когда например два процесса одновременно запускаются одновременно открывают файл один перетирает данные другому и в общем никаких блокировок или еще чего то не происходит поскольку вы эти действия делали независимо и параллельно представьте себе вы стартуете два процесса условно одновременно например на разных ядрах процессора вы проверяете в этой программе программа исполняется параллельно ее тело одинаковое она смотрит что не существует пит файла и для одной для другой пит файла не существует каждая из них открывается файл на запись никто не запрещает файл открыть два раза на записи с двух программ дальше каждая из них что-то пишет перетирая данные другой так вот для того чтобы корректно открыть файл нам нужно взять необычный open as is open который позволяет нам передавать флаги открытия и здесь мы сделаем следующее если файла нет мы выставим флаг эксклюзивности то есть если к моменту когда мы действительно начнем открывать файл он вдруг появился у нас вызов open вернется с ошибкой либо если файл существует и мы пытаемся его открыть его вдруг не стало ну потому что может быть предыдущий демон вышел и убрал за собой файл то мы тоже должны получить ошибку и ошибка у нас будет соответственно либо файл не существует либо файл существует мы выполняем это действие если нам удалось его успешно выполнить то значит все хорошо мы открыли файл и мы открыли так как ожидали то есть файл либо существовал либо не существовал и все правильно если же у нас произошла вот эта ошибка которую мы ожидали то есть например мы попали в race condition мы посмотрели файла нет значит мы должны его создать мы попытались его создать и нам сказали ой файл существует значит мы поймали рейс и мы просто повторим данное действие для этого я использую здесь ряду ряду в блоке это можно оформить циклом но среду она смотрится красивее это тот случай когда что-то похожее на go to работает красиво после того как мы открыли файл еще не все на самом деле у нас два процесса могли открыть этот файл дальше мы применяем то что называется флок флок это файл лог и это не блокировка уровня заблокируйте файл что больше никто с ним не мог работать это скорее такой листочек наклеенный на файл с просьбой если вы умеете читать листочки и пытаетесь наклеивать такой же не трогайте этот файл это так называемая и 2 и заре блокировка если вы блокируете файл флоком это значит что любой другой кто воспользуется флоком и попытается заблокировать файл получит отказ ему будет сказано что файл уже заблокирован но если какая-либо программа не пользуется флоком она спокойно этот файл перри запишет переоткроет удалит и так далее поскольку мы пытаемся сделать конкуренцию между двумя нашими программами с одинаковым исходным кодом очевидно что это и другая пользуется флоком ждет мы выполняем флок говорим что мы хотим взять на данном файле надо точнее даже уже на данном открытом файловом дескрипторе эксклюзивную блокировку лог x также мы передаем флаг лог нб говорящий что нам нужно не заблокироваться здесь а просто попробовать взять лог он у нас либо пройдет либо не пройдет после этого мы стираем файл если мы получили эксклюзивную блокировку это означает следующее что либо файла не было и мы его открыли создали либо файл был но его уже никто не держал этим самым флоком например процесс запустился открыл пид поработал и вышел мы его в общем в любом случае стираем сик 00 записываем туда наш пид файл и в общем все мы его оставляем в таком виде мы не закрываем файл потому что нам нужно держать лог до тех пор пока мы работаем больше мы с этим ничего не делаем если же флок не прошел значит процесс значит существует какой-то процесс который этот файл удерживает и этот процесс непосредственно взял этот лог и записался туда свой пид файл поэтому мы его просто прочитаем и скажем что такой процесс уже запущен если это запустить мы увидим приблизительно такую картину 1 запускается 2 запускается не получается у него взять файловую блокировку и он говорит да такой процесс уже запущен что мы можем здесь сделать мы знаем что у нас запущен демон мы знаем его пид можно конечно его килять вручную но мы можем дополнить наш нашу программу наш демон флагами ну мы знаем гиток можем добавлять что-то давайте например сделаем ключик минус с с командами там стоп стар 100 при старт и там еще что-нибудь например так работает nginx если кто-то из вас будет запускать nginx а скорее всего вам это придется вот у него есть такой режим минус с это сигнал работающему демону давайте сделаем как сделать так чтобы по команде минус с демону был отправлен некоторый сигнал на остановку очень просто нам вместо того чтобы сразу сделать дай если выставить этот флаг нам нужно отправить терм тому пиду который мы знаем ну и по терму обычно приложение завершаются но завершаются они не совсем корректно то есть они получают сигнал они умирают по сигналу и вообще сигнал может приехать в неудобное для процесса время мы не говорим сейчас о том что вы делаете вы можете например ничего не делать как делают мои тестовые демоны в слайдах они делают просто sleep либо ваш демон может делать что-то важное например там качать файл то есть вы сейчас заливаете файл сохраняете его если вам приедет терм посреди процесса ваш процесс просто тихонечко ну почти тихонечко упадет файл окажется обрезаны не дописаны что ним не хорошо поэтому сигналы лучше обрабатывать в демонах и обрабатывать их можно следующим образом есть некоторая довольно распространенная практика на сигнал первый раз реагировать с изменением состояния то есть вам приехал терм или in завершающие сигналы вы взводите некоторый флаг что вам нужно завершить работу и пытаетесь эту работу завершить в течение какого-то времени если тот кто вам сигнал попросит вас еще раз завершится вы должны завершить работу немедленно всего не устраивает то что вы выполняете работу долго может быть у вас в логике вашего приложения где-то ошибка вот предположим у вас цикл работы вот этот написан здесь просто бесконечно вот вы забыли этот флаг как-то изменить или еще что-нибудь поэтому если вам приезжает сигнал второй раз просто тушите приложение если же сигнал приезжает первый раз опускаете или взводите некий флаг завершения и сигнализируете ваше приложение что ему нужно доработать то что он работает сейчас и прервать те рабочие циклы которые у него были как это будет выглядеть вот мы запускаем программу мы отправляем ей терм но она продолжает еще выполнять какую-то работу здесь я не раскрываю какая-то работа главное что эта работа непрерываемая если я второй раз отправляю тот же самый сигнал у нас вызывается вот этот форсад exit и мы делаем exit из приложения значит здесь у нас есть еще один момент мы запустили программу программа ушла в фон она что-то там делает и мы не видим что она делает вот самая такая серьезная проблема демонов это логи поскольку мы отвязались от терминала мы получили не интерактивную программу нам нужно куда-то сохранять информацию о том что наша программа делает самый простой способ это писать логи в файл так умеет делать подавляющее большинство демонов открываем файл и дальше пишем в этот файл в общем все существуют специальные механизмы для доставки логов например такие как сис лог это хороший стиль для демона то есть если вы делаете хорошего мощного большого демона сделайте в нем поддержку логирования через сис лог это стандартный способ для системы unix все слог это такой демон который принимает через специальный сокет сообщения и сохраняет их файлы он их умеет специальным образом маркировать он будет туда писать не просто строчки которые вы пишете он туда может писать дату от которой от какого приложения это пришло также он умеет эти файлы нарезать по несколько штук там например один файл в день ну и кстати если вы делаете логирование файл самостоятельно то для того чтобы поддержать вот эту самую так называемую ротацию логов есть внешний процесс задача которого следить чтобы все логи были нарезаны на кусочки по одному дню не было гигантских файлов вот он приходит находит файл видит что пришло время его от ротировать переименовывает его но ваша программа открыла файл и пишет в него ей все равно кто там этот файл куда переименовал она не пытается его заново открыть или еще что-то для этого ей нужно от сигналить об этом существует сигнал само название сигнала происходит из довольно таки древних времен он называется hang up или hub сокращенном варианте сейчас его используют для того чтобы сигнализировать с приложению о том что приложению необходимо переоткрыть свои файлы логов или например перечитать конфиг или еще что то то есть обновить свою работу с файловой системой во время хапа мы делаем следующее мы пробуем открыть заново файл нам все равно это тот же самый файл или это новый файл или на его месте ничего нет мы просто открываем файл если нам удалось его открыть мы заменяем наш лог в который мы пишем на вот этот самый новый дескриптор смотрите я по интуиции там по привычке по еще чему-то пишу код и обычно я пишу там сей варны еще что-то просто писать вот так неудобно у вас получается вам нужно либо в обычных программах пока вы отлаживаете тоже открывать какой нибудь файл лог либо редиректить его на стдаут либо еще как-то либо вы будете по привычке писать сей варн они будут уходить куда-то в никуда вы будете искать эти сообщения об ошибках не понимать куда они делись поэтому хорошим стилем будет организовать себе еще и перехват вывода вообще пел довольно удобный в язык вы можете сказать что теперь стдаут указывает вот непосредственно в этот файл вместо того чтобы указывать в дэвнул если у вас есть лог файл либо если у вас есть возможность писать всеслог вы можете перенаправить и стдаут в этот файл для варнингов существует еще например механизм перехвата псевдо сигналов есть псевдо сигнал варн есть псевдо сигнал дай их можно поймать и по этому сигналу можно что-то сделать например тоже записать влог сообщение специальным образом после того как вы это сделали вы начнете получать в ваших логах все свои стандартные сообщения стандартную отладку стандартные варнинги ну и напоследок вот вы написали научились писать логи можно еще сделать такую уже можно сказать рюшечку но тем не менее это удобно процессы по умолчанию именуются так как именуется бинарник который их запускал для баша это баш для перла это перл причем неважно как назывался скрипт который вы запускали все равно перл потому что так называется бинарник вы можете поменять ему имя в перле есть специальная переменная доллар 0 ее можно прочитать тем самым узнать имя программы но ее также можно и записать и каждый раз когда вы ее записываете имя вашей программы или так называемый прок тайтл меняется поэтому после того как вы сделаете вот так та же самая программа без каких-либо перезапусков или еще чего-то просто поменяет свое имя таким образом написав ps вы увидите состояние вашей программы то есть вы можете этот прок менять регулярно в процессе жизни программы ваша программа например сохраняет файл вы можете написать diamond saving файл она читает файл там reading файл sleeping starting финишинг и тому подобное и просто набрав ps вам не нужно будет открывать логи искать что же она начинала делать или почему она в текущем состоянии вы можете просто сохранить свое состояние в прок в прок старт а теперь давайте посмотрим на вот это все вместе я не думаю что вам это видно но это хорошо иллюстрирует тот факт что мы взяли всю демонизацию которую мы рассмотрели и впихнули ее на один слайд пусть и мелким шрифтом значит из чего еще раз состоит демонизация мы начинаем с того что мы открываем пит файл и блокируем его этим мы обеспечиваем эксклюзивность запуска одного экземпляра программы если нам нужно запустить два экземпляра мы должны дать два разных пит файла нашему демону далее наверное основная часть демонизации скажем так ее ядро это смена сессии то есть отвязывание от терминала и от того процесса скота который нас породил это форк и сэцид и переоткрытие файловых дескрипторов все мы отвязались от родителя мы отвязались от стандартных дескрипторов мы перестали портить вывод тем программам которые нас запустили мы больше не пишем в терминал в и стдаут и не читаем из него также нужно выставить обработку сигналов когда нам пришлют сигнал мы должны нормально и корректно завершить работу также если мы пишем логи нам нужно по-хорошему выставить сигнал лог рота это после этого нам остается только написать тело нашего демона то есть вот это можно использовать как черновик для написания каких-либо собственных демонов просто берете там условно говоря копируете закидываете в модуль и развиваете как вам хочется сюда можно дописать очень много разного зависимости от того что вам потребуется но основы демонизации что требуется сделать для того чтобы получить работающий демон который не портит терминал который не останавливается при случайном закрытии окна и подобных вещах но при этом его можно нормально остановить это вот значит теперь что подразумевается под работой демона давайте вспомним лекцию по сети и вспомним самый простой сетевой сервер вот если просто взять вот этот код ну почти без троеточия и вставить в наше рабочее тело мы получим простейший сервер который принимает соединение ну и дальше что-то с ними может делать то есть можно принять соединение из него читать в него писать но я думаю вы помните проблемы сервера из одного потока наш демон это один процесс в этом одном процессе мы запустили один цикл который один раз accepted в результате он сможет обрабатывать всего одного клиента одновременно поэтому мы можем в качестве рабочего тела поставить уже например for king сервер это будет более похоже на реальные приложения когда у вас где-то там далеко фоне не привязаны к терминалу то есть вы все что запускали до этого вы запускали у себя в терминале и смотрели как она работает для того чтобы ваше приложение было полноценным вам нужно это самое завернуть в демона запустить и она фоне начнет где-то там работать один из способов это взять фаркающийся сервер с его лизин соки там акцептами форками под каждого чел да и запустить и это будет работать но проблема for king сервера вы также возможно помните в том что их можно подключаясь бесконечное количество раз довольно легко положить у вас просто порождаются новые 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 процессы у вас исчерпаются ресурсы и в итоге системе становится не очень хорошо на практике применяется скорее то что называется pre fork сервером pre fork подразумевает что мы заранее определяем сколько клиентов в параллель мы готовы обслуживать это вычисляется из характера приложения из того какую нагрузку мы готовы обрабатывать с какой длины запросы какой у нас в принципе количество клиентов из многих факторов но так или иначе мы выбираем это число например 10 вот данном случае мы заранее создаем эти 10 процессов они изначально не делают ничего ну точнее как они будут например акцептить соединение когда клиент какой-нибудь приходит он попадет в какой-либо из уже имеющихся воркеров то есть если в предыдущем сервере мы акцептили в основном потоке и для каждого клиента создавали форк то здесь мы акцептим в клиентских потоках и приняв соединение перестаем акцептить и его обрабатываем при этом у нас установлено ограничение сверху в виде 10 таких параллельных потоков в данном случае если мы посмотрим на запущенный такой сервер то есть первый сервер и второй сервер визуально отличаться не будут когда у них клиентов нет это будет всего один процесс который что-то делает этот сервер будет визуально отличаться поскольку у нас будет один процесс который всех породил и десять процессов которые ничего не делают и ждут работы их называют иногда воркер процессами с воркерами поскольку наш демон их породил он должен их и убивать если нужно завершить работу значит нам нужно будет сделать следующее в нашем родительском процессе или мастер-процессе при получении терминирующего сигнала нужно обязательно разослать терминирующие сигналы всем дочерним процессом потому что обычно демон тушится сигналом мастер-процессу если у вас будет демон довольно таки развесистый сложный со сложной логикой например демону можно сказать не отвязываться от терминала но при этом сохранить всю эту работу по порождению дочерних процессов в этом случае дочерние процессы не должны получать сигнал int int это control c interrupts консоли их должен корректно и спокойно потушить именно мастер-процесс то есть мастер-процесс получает сигнал и передоставляет их своим чел чел дам в данном случае я просто отправляем сигналы в хорошем демоне это стоит сделать более сложно отправить сигнал терм немножко подождать если дочерний процесс не потушился то можно его приложить килом потому что нам все равно сказали завершится нам надо завершиться мы выбираем время и завершаемся ну а работа с тик с обработкой выхода дочерних процессов у нас рассматривалась ранее и того вот у нас есть допустим наш мастер этот мастер породил три воркера к нам приезжает например команда стоп мы ее реализовали так как было указано мы полу при помощи вот этого вызова стоп отправляем терм третьему пиду мастеру мастер зная своих челдов а он их должен знать он их просто запоминает куда-нибудь отправляет терм всем своим остальным чел дам они завершаются мастер сам тоже завершается мы в качестве итога получаем отсутствие демона и его дочерних процессов это хорошее корректное завершение демона когда все шло как предусматривалось рассмотрим такую же исходную ситуацию и нерадивого администратора который не очень привык читать документацию там смотреть с разбираться с софтом и его просто нужно потушить ой там что-то работает давайте отправим этому kill причем а мало ли вдруг она не умеет нормально завершаться отправим у kill так называемую девятку ну или сигнал kill как вы можете помнить сигнал kill неперехватываемый обработать его нельзя поставить обработчик sick kill нельзя и переотправить эти сигналы тоже нельзя ну альтернативой может быть что вы в мастере где-то ошиблись и у вас приложение просто упала и вы тоже не отловили эту ситуацию и не отправили сигналы завершения дочерним результат будет один ваши воркеры которые были порождены для работы потеряют родительский процесс когда процесс теряет родительский процесс он становится наследником и не то в общем они станут такими оторванными от жизни от контролирующего их процесса но при этом объединенные в некоторую сессию группу процессами которые при этом еще и держат блокировку на вашем лог файле пиде которого нет то есть вы читаете пит файл такого пит файла нет но при этом лог у вас шарится между процессами они все его держат при этом они держатся серверный сокет например который у вас был и вы заново демон запустить не можете потому что сокеты заняты по хорошему вам нужно сделать следующее вам нужно сделать отслеживание того что родительский процесс ваш он все еще жив поэтому вы его в простейшем варианте я здесь написал как гетппид на самом деле нужно когда вас породили запомнить этот пид процесса и если вдруг ваш родительский процесс куда-то делся вам нужно просто завершить работу и для того чтобы проверить что какой-то процесс существует существует специальный сигнал сигнал с номером 0 вы просто делаете kill 0 на какой-либо процесс и вам либо говорят да такой процесс существует либо вам говорят что такого процесса не существует если вам говорят что вашего родительского процесса не существует то вам в этом случае стоит завершить работу все в целом мы рассмотрели практически все аспекты которые вам требуются для того чтобы написать собственную демонизацию а также в целом понять работу и демонизацию любого существующего демона процесса и того как это работает